Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим, попробуем нарисовать обнаженную натуру со спины на темном фоне. Что же в первую очередь надо помнить и делать? Конечно же это рисунок, и его рисовать, изучать. Мы должны изучить форму, мы должны изучить кости, на которых лежат мышцы. И в рисунке это все показать. Это очень важно. Часто, переходя уже на краску, когда мы сделали полный хороший рисунок, измерили все, все вроде идеально, покрываем маслом, или акварель, без разницы, и теряем рисунок. Это плохо. Поэтому мы должны все время помнить о рисунке на всем протяжении работы. И изучать его, словно мы открываем для себя его заново. Даже если мы его знаем, мы также должны удивляться, как маленький ребенок бабочки. Мы тоже должны удивиться, как тот же ребенок, что, например, локти доходят только до рёб. И должны этот момент изучить. И прочувствовать. И передать, постараться цветом. Естественно, мы его сделали под малюмом. Сверху покрываем краской, лепим потихоньку, пробуем, да, то, что свет, он у нас не просто тёплый. Там бывают и холодные оттенки. Также бывают красноватые оттенки на самой коже, потому что, потому что мы живые. Капилляры. И синеватые оттенки от этого же. Какие-то, возможно. И оттого, что бывает холодно. Просто холод, холодный цвет. И про чёрное. Мы не должны забывать про чёрный. Чёрный очень важен, потому что мы не должны его писать откровенно чёрным цветом. Нет, что вы. Для того, чтобы показать полное пространство, мы должны его написать другими цветами. Холодными, тёплыми. Там могут быть красные, синие, любые оттенки, коричневые оттенки. Чтобы показать то самое пространство, чтобы фигура сидела в этом пространстве. Чтобы там был воздух. Если мы сделаем просто чёрным, это будет аппликация. Будет яркая, сильная, но вырезанная работа. Для этого мы должны сгладить, мы должны поселить эту фигуру внутри этого пространства благодаря цвету. Цвет в этом плане очень важен для изучения. Но опять же, мы не забываем про рисунок. Мы его уточняем. И стараемся изобразить. Также мы пропускаем всё это, опять же, через самих себя и пробуем. Мы задумываемся о том, какое у нас состояние. Или не задумываясь. Мешаем цвета и переносим это состояние туда. Для этого мы должны уединиться с работой, уйдя в нирвану. Нирвану картины. И опять же, проходить сквозь холст и работать там, внутри. Стараемся показать расслабленные мышцы и напряжённые мышцы. Почему они напряжённые? Почему они так стоят? Какие мышцы, в принципе, напрягаются? При том или ином движении. Это очень важно. И чтобы это понимать, нам надо очень много делать до этого. Набросков, зарисовок, каких-то этюдных, таких же работ, как сейчас мы делаем. Уже потом мы сможем на большой работе сделать более цельную, более изученную работу с костяком. Чтоб мы смотрели и понимали, что там не резина. Там есть кости, и они стоят, и они крепко стоят, как фундамент. Для этого мы должны изучать, 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 изучать цвет, фактуру и анатомию. И при этом, опять же, не забывая про самих себя. Мы можем изучать, проверяя на себе все пропорции. Когда мы пишем портрет, что рисует делиться на три части. Но, опять же, в зависимости от того, с какого ракурса ты рисуешь, снизу, вверх или посередине. Тоже очень многое зависит, уходит ли в перспективу. Если так углубиться, там очень много науки. Это, конечно, все прекрасно. И о некоторых основных вещах, как о рисунке, мы не должны забывать. И о цвете. Это нам всегда помогает. Но самое главное, это получить удовольствие от самого процесса. От того, что ты пишешь эту работу. И при этом отдохнуть от всего окружающего мира. Что больше ничего нет вокруг. Только ты и этот хост. А этот хост – это окошко в другой мир. Где все по-другому или все так же. Все зависит только от вас и вашего состояния. И про это нельзя забывать. Мы должны это показывать. Мы должны стараться изучать. Изучая рисунок, изучая анатомию, изучая цвета и выплескивая самого себя на хост, мы будем изучать самих себя. Что, возможно, наверное, страшно, но весьма любопытно и интересно для других. Почему некоторые работы живут вечером и висят в музеях. Да, там анатомия, рисунок, мастер тысячи работ до этого сделал. Или даже бабаля. Но потому что он выплеснул себя. Потому что он частичку души вселил в этот холст. Потому что он поймал то, что не поймал в прошлый раз. И эта работа по этому висит. И, возможно, не поймал еще никто из вас. А, возможно, же кто-то поймал. В этом прелесть работа. Переселение в некую нирваны. И переработка всех своих идей, философии, мыслей и чувств, переводя это все на холст. Ты можешь писать обычные натюрморты и сказать им больше, чем словами. В этом заслуга живописи. В этом ее прелесть. Спасибо вам большое за просмотр. Всего вам доброго.